В Кишинев прилетела Анастасия Волочкова. Известная балерина отнюдь не выглядела уставшей, хотя прибыла на пресс-конференцию прямо с аэропорта. Я привезла концертную программу, которая включает в себя два отделения концертных. В рамках этой программы я танцую более 10 хореографических композиций. И в концертной программе также принимают участие звезды оперы. Я решила создать такого рода проект для того, чтобы привлекать массового зрителя к искусству балета, музыки и танца, чтобы люди, которые приходили на этот концерт, могли увидеть каждый по своему вкусу. Кому-то понравится больше танец, кому-то больше понравится пение звезд. На своем первом выступлении в Кишиневе балерина решила порадовать публику обилием звездных имен. Со мной приехали два моих партнера, солист балета Большого театра Ринат Арифуллин, и завтра прилетает солист балета Мариинского театра Данила Корсуцев. На мой взгляд, у нас хороший слаженный коллектив, с которым мне очень приятно работать. Я очень дорожу тем, что такого рода концертная программа у меня существует. Мы придумали ее вместе с мамой. И, в общем-то, я дорожу этой программой, потому что аналога такому проекту сегодня нет. В то же время я все время проект этот совершенствую, и мы всегда обновляем концертные номера. И также существуют еще другие форматы моей концертной программы. Долгожданный концерт Волочковой в Молдове пройдет под девизом «Я ни о чем не жалею». Имеет ли название какое-то особое значение для звезды? Ну, вообще, я ни о чем не жалею. Это, пожалуй, такой девиз моей жизни. И ни для кого не секрет, что в моей жизни все было не только светло и радостно, но были времена разрушений, были времена жесточайших противодействий, больших потерь и большого такого человеческого надрыва и душевного надрыва. И сегодня, когда я оглядываюсь в прошлое и назад, вообще просто переоцениваю все то, что произошло в моей жизни, я понимаю, что все то, что происходило, было как-то необходимо для того, чтобы я становилась сильнее, мудрее, для того, чтобы у меня было больше сил как для творчества, так и для новых преодолений. И поэтому, на самом деле, я ни о чем не жалею. А не жалеет ли Анастасия об огромном количестве не всегда хвалебных публикаций в прессе, связанных с ее именем? Про меня столько было всего написано уже в интернете и в газетах, в журналах. Я столько о себе интересного узнала, сама о себе, того, чего не было и не существовало, что я просто понимаю, что для меня важнее быть, а не слыть, быть, а не казаться. Вот я понимаю, что написать можно все, что угодно, но многого я не знаю, что написано, что обо мне люди говорят или думают, но я знаю, что я делаю, я знаю, как я мыслю, я знаю, как ко мне относятся близкие люди, и вот их мнение мне важно. Понимаете, мне будет не важно, что обо мне думают все, но будет важно, что думает Григорович, что думает моя мама, что думают мой муж Игорь, моя дочь Ариадна, вот самые близкие люди или те, кто меня знают, кому не безразлична моя судьба. И поэтому я хочу быть известной не громкостью имени, а фиши, а делами, поступками, которые я в жизни совершаю. Одним из главных и самых лучших событий в жизни Волочковой можно считать появление на свет Ариадны. Приобщает ли Анастасия дочку к миру танца? Она сама уже себя приобщает к балетному миру. Пытается уже мерить и надевать мои балетные туфли. Она очень любит танцевать и петь. С полутора лет она занимается в школе раннего развития. Сейчас она уже занимается в ансамбле «Тамис Олька». Довольно-таки известный ансамбль в Москве. Несмотря на то, что пришла на петь занятия позже, чем другие детки, уже делает большие успехи и вот даже опережает своих одногруппников, скажем так, в некоторых моментах. Она очень человек и девушка такая, девочка живая, общительная. Вчера у нас была фотосессия для журнала «Роды.ру», и она надевает платье, она очень большая модница. Она так любит надевать красивую одежду, надевает платье, она всем говорит, посмотрите, какая я красивая, посмотрите, какие у меня туфельки. Я этому очень радуюсь. И она позирует просто как настоящая профессиональная модель. Не просто модель, а вот как актриса, меняя эмоции, меняя выражение лица, мне это очень нравится, потому что я бы хотела, чтобы ее жизнь была связана с актерской средой. Я не хочу ей балетной карьеры. Я не могу за нее решать, она будет решать сама. Но если спросили бы моего желания, то я не пожелала бы ей такой, ну не просто жизни, а такого пути, который прошла я. Жизненный путь Анастасии привел ее в наш город. Как отреагирует публика на выступление балерины, увидим вечером. А какой реакции ждет сама Волочкова? Знаете, жду теплого приема, жду радости. Жду того, что начало концерта будет проходить на одном подъеме, а вот завершиться на совершенно ином. Я уверена, что те люди, которые приехали со мной в команде, смогут сделать все, чтобы зрителю вашему понравилось то, что мы делали.